Пчеловод Евгений Орлов признается, торговля сегодня идет не очень, прибыли почти нет. Пенсионер уверен, место здесь не то. То ли дело на старом месте, не на самом рынке, а на площади рядом с ним. Там у него всегда была хорошая выручка. На старом месте мы чистоту соблюдали, за собой убирали всегда. Покупателей у нас, конечно, здесь намного меньше. Товарооборот у нас не идет почти ни у кого здесь. На том самом месте, которое так полюбилось продавцам, говорят, больше людей проходит и товар раскупают лучше. Но теперь площадка пустует. Городские власти запретили ставить здесь прилавки. Местные администрации поясняют, в этом месте можно вести торговлю только на ярмарках, а те проходят в определенные дни. Ярмарки как таковые, они подразумевались и должны были проводиться в пятницу, субботу, воскресенье. Все остальные дни там и до настоящего дня, до первого января торговля не была разрешена. То есть это стихийная незаконная торговля. У местных властей наметился диалог со стихийными коммерсантами. Однако к соглашению стороны пока прийти не могут. Людям предложили торговать на территории рынка, но выгода от этого сомнительная, говорит представительница местного бизнес-сообщества. Если там будет определенное неудобство, это неконкурентоспособные места, дорогая плата за места и время ограничено, то естественно такие садоводы-любители, как мы, мы будем нести убытки, что нам как бы неинтересно. Сейчас люди готовы согласиться торговать по закону, если им дадут достаточно места и не будут слишком ограничивать во времени. Но как рассказывают стихийные коммерсанты, правила игры на новой территории пока никто не знает. Пенсионер Александр Корочкин боится. В любой момент ему могут запретить торговать домашними солениями. Директор рынка сказал, мне не надо проблем. Когда-то пять лет назад якобы кто-то попробовал огурцы в павильоне и отравился пять лет назад. Сейчас никому ничего нельзя. Директор рынка свою позицию по проблеме со стихийными коммерсантами пока не озвучил. Однако бизнесмены ждут, что он сделает это уже в ближайшее время. Очередная встреча должна пройти в городской администрации уже завтра.